Так, все, я зависла. Опять зависла. Ну не молчи. Так ярко, да. Ну, руки, понимаешь, я руками размахиваю, потому что, да, это не помогло. Все в порядке, это снимают, да. А, понятно, то есть здесь что-то... Все в порядке. Понятно. Здравствуйте, приветствуем вас на канале Европалплайф. И сегодня у нас в гостях Ольга Бондарева. Очень известный специалист и садовод, интродуктор, коллекционер, селекционер. Ну, продолжать можно бесконечно. Это очень известный человек в мире садоводства. И мы давно мечтали ее заполучить нам на канал. Сегодня она приехала из Москвы. И мы хотим поговорить с ней про коллекционирование растений. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте. Как сказал Андрей, меня зовут Ольга. И я плантоголик. Ну, собственно, с этого и начнем. Как так сложилось, что вы начали коллекционировать растения? Потому что, ну, раз мы говорим про коллекции, нужно сказать, что в мире коллекционеров вы, ну, достаточно такая заметная персона. Сложно сказать, как это начинается. Я думаю, что так же, как у всех. Этот вирус появляется внезапно, поражает, как гром среди ясного неба. И ты уже не можешь остановиться. У кого-то это происходит в садовом центре, у кого-то это происходит в садах друзей. И вот уже получается так, что ты перескакиваешь с одной культуры на другую, и тебе хочется заполучить себе в сад все. То, что тебе кажется красивым. Иногда это какие-то группы растений, иногда это вообще просто вот то, что торкнет. Затем, естественно, появляются какие-то предпочтения. У меня вот эта первоначальная всеядность вылилась в то, что появилась некая избирательность. И если поначалу мне хотелось всего сразу, я была готова, как и многие другие начинающие садоводы, укрывать, создавать условия и делать какие-то немыслимые вещи только ради того, чтобы какое-то растение не росло. Сейчас, после достаточно продолжительного садового опыта, я поняла, что я уже не готова на такие жертвы и такие подвиги. Тем не менее, я продолжаю оставаться страстным коллекционером. Но мне теперь интересны те группы растений, которые я могу вывести в люди, посадить. Может быть, немножко им помочь освоиться в моем саду, но после этого выпустить их на волю и оставить их расти, ну, в общем-то, с минимальным уходом. Вот какие-то советы, может быть, коллекционерам? На какие группы растений все-таки стоят? Оператор, на какие факты учитываются? Самый главный и основной совет – не впадать в этот грех. Поздно. Ну, постараться. Отдайте кошелек мужу. Не смотрите садовые передачи, даже от Европланта. Не листайте рекламные ролики. Не заходите лишний раз в садовые центры, потому что, если этот вирус хотя бы один раз попал в ваш организм, каждое ваше посещение садового центра будет заканчиваться тем, что вы что-нибудь приобретете. Если вы не можете воздержаться, составьте себе план того, что вы хотели бы иметь в саду. Абстрактного. Не конкретные сорта, не конкретные растения. А то, как бы это должно было выглядеть. И если вдруг, увидев какое-то растение, вы почувствовали в голове звоночек, прилив вдохновения, и уже решили, что вы это хотите, сравните с тем, что вы себе записали, и подумайте, вообще на самом деле это вписывается в ваш сад? Или это будет очередная кракозябра, с которой вы потом будете бегать, выпучив глаза, и думать, ой, боже мой, зачем я это купила? Куда же я это воткну? Ну вот, куда я это воткну, это основная проблема. Потому что, ну, как правило, коллекции растений и ландшафтный дизайн, они вступают в некоторое противоречие. Потому что, ну, вроде бы, как бы тенденции ландшафтного дизайна говорят о том, что нужно как можно меньше растений использовать в саду. А коллекционирование предполагает какое-то огромное количество растений. Вот как этого проблемы решить? Сложно сказать. Вообще, любой сад, что сделанный ландшафтником, что принадлежащий коллекционеру, это не обстановка, не мебель в квартире, которая стоит стационарно, это процесс. Сад развивается в течение времени, кем бы он ни был сделан. И коллекция тоже развивается и меняется. И, с одной стороны, я знаю, что... Я знаю очень много красивых садов, сделанных настоящими асами-ландшафтниками. А с другой стороны, самые впечатляющие, единственные в своем роде и вообще невероятные сады, это сады тех, кто коллекционирует растения. Сад коллекционера, это вообще первоначально, особенно на первом этапе, это постоянная смена декораций. Начинающие коллекционеры, как правило, даже еще не представляют, куда их заведет вот эта кривая дорожка, потому что обычно вкусы меняются и развиваются с течением времени. Первый год, сейчас очень остро модно коллекционировать хвойные. Скажем, первый год начинающий коллекционер, которого укусила хвойная муха, он приходит в садовые центры или делает зимние заказы растений и скупает все вергатные формы змеевидные, елок, сосен, всего остального. На следующий год он понимает, что вообще вергаты, это уже как-то скучно, и ему хочется плакучих форм. И он покупает сразу десяток разных. Потом ему хочется желтеньких, потом ему хочется голубых елочек, потом ему хочется подушек. С течением, только с прошествием какого-то опыта, ты понимаешь, что на самом деле в саду должно быть все. И только в этом случае сад получается более-менее гармоничным. Нельзя его сделать красивым и ярким, если в нем только елки или только плакучки. И что интересно, в процессе того, как деревья, главные деревья, растут, что-то умирает, что-то перестает нравиться владельцу. То есть каким-то образом отдельные элементы, отдельные растения, деревья исчезают из сада. Вот этот костяк, который в результате этого появляется, а сажается он все равно в первые годы, может быть, 3 года или 5 лет, в зависимости от возможностей владельца. В результате появляется костяк сада, древесный, который потом создает его лицо, и который затем с годами практически не изменяется. И очень интересно посмотреть на коллекционные сады спустя, скажем, 20 лет. Ты очень хорошо видишь, какие были у человека предпочтения, как они изменялись, что осталось, что ушло. И главное, ты можешь даже сказать, в какой момент времени, примерно сколько лет назад, это увлечение человека настигло. Есть другая сторона коллекционных садов, коллекции какой-то одной монокультуры. С этим гораздо сложнее. Сейчас я, наверное, больше имею в виду даже многолетники. Конечно. Есть очень популярные культуры, у которых миллион различных сортов. Есть сообщества, где люди обсуждают каждый сорт, его особенности, он ли это или не он, пересорт у меня, не пересорт. А у этого другой рост, а этот подвержен болезням. То есть, каждая такая культура – это микрокосмос. Возьмем флоксы метельчатые, возьмем пионы травянистые. Это сейчас модно. Люди начинают сеять сами. То есть, это, кстати, еще одна ступень коллекционирования. Ты становишься селекционером. Ну, по крайней мере, ты начинаешь в это играть. Можно ли сказать, что сад коллекционера эволюционирует вместе с самим коллекционером? То есть, сначала вы просто покупаете растения, потом вы начинаете заниматься селекцией, потом вы становитесь интродуктором. И, соответственно, как развивается сам хозяин сада, так и развивается его сад. В принципе, да. Это такие, в общем, основные вехи развития. Правда, я могу зазнайски сказать, что интродукторами становятся далеко не все. Это такое что-то... Но ландшафтными дизайнерами практически все. Ну, естественно, рано или поздно ты думаешь, что ты уже знаешь все. Вот. Вы пропустили одну ступеньку. После искупания всего и вся есть такая ступенечка. У тебя появляется избирательность. Ты все-таки начинаешь понимать, что тебе подходит, что не подходит, что тебе нравится, что не нравится. И в твоем саду остаются именно какие-то определенные группы, в рамках которых уже интересно развиваться. Это расширяет, безусловно, твой кругозор. Это позволяет тебе понять устройство мира в таком общем плане. Потому что ты начинаешь лучше понимать ботанику. Когда ты познаешь растения со всех их сторон и в посевах, там ты начинаешь ченковать их, размножать, читать какую-то литературу о конкретных видах. И там, я не знаю, это расширяет познание географии. В общем, тебя эта дорожка всегда уводит куда-то дальше. Это интересно. Что касается моноколлекций. Это самая, наверное, сложная вещь. Потому что любая коллекционная культура, будь то пионы, будь то флоксы, она декоративна обычно в достаточно короткий период времени. Даже те же травянистые пионы. Ну хорошо, разные сорта имеют разные сроки цветения, но до и после пионовые грядки они выглядят в общем достаточно уныло. Даже если там листва сохранилось и год был удачный, все равно это всего лишь грядки. И делаешь ты их круглыми, и делаешь ты их прямоугольными, или ты пытаешься там что-то сделать еще. В общем, все равно это грядки, это монокультура. Наверное, с этой точки зрения интересно коллекционировать какие-то сопутствующие категории растений, которые могли бы либо дополнять друг друга по каким-то параметрам. Растения-партнеры. Да, растения-партнеры. Либо скрывать недостатки друг друга. Например, вместе с пионами очень удобно сажать луковичные. Причем я сейчас не имею в виду луковичные, те, которые продаются в магазинах. Ведь настоящий коллекционер он не покупает в магазине, он достает окольными путями, ищет какие-то свои особенные новинки, о которых еще никто не знает, потому что в этом есть особый цимис. Между пионами удобно сажать луковичные луковичные, потому что там всякие подснежники, хохлаточки, кандыки, все это цветет рано весной, когда пионы только лезут. Потом пионы закрывают это все в отмирающую ботву своей еще хорошо выглядящей листвой. И, в общем, все это так неплохо сочетается. Поскольку эти луковичные довольно долговечны, их не нужно пересаживать, как тюльпаны, каждый год, вынимать, закапывать обратно. То есть все это с пионами растет очень даже неплохо. Но, опять-таки, такая монокультура это всегда узкая дорожка. И давать в каждом конкретном случае советы довольно сложно. И когда человек начинает коллекционировать что-то, я, например, знаю коллекционеров примул, да, ты когда смотришь их фотографии, то есть примулятник, цветущий весной, все эти подушечки, все сплошь усыпанные цветочками, все это так хорошо и здорово, и роскошно. На весна заканчивается. Она у нас короткая, она у нас бывает жаркая. И вся эта красота цветает за неделю-полторы-две. Что потом? Либо мы вообще переставим смотреть на эту грядку, да, и там только занимаемся ее пропулкой, а у нас на следующей грядке, где у нас уже не примулы, а пионы или флоксы, да, и наше внимание переключается туда. Либо, опять-таки, нужно придумывать, каких мы посадим партнеров, чтобы каким-то образом они эту грядку преображали до более депротивного состояния в другое время. Ну, в общем, нужно стремиться все равно к какой-то гармонии, чтобы не превратиться в садового плюшкина. Вот, это, кстати, очень важный момент. Я вообще считаю, что в конечном итоге каждый садовод, когда он только влипает в садоводство, он все-таки хочет иметь красивый сад, а не красивые растения. Но поскольку красивый сад сделать гораздо сложнее, люди ударяются в посадку отдельных растений и рассматривают их красоту. Вместо того, чтобы искать все-таки некие сочетания, думать о том, как это будет выглядеть с 10, с 15, с 20 метров, что они видят из своего окна. То есть ту же одну примулку. Если ты подходишь утром к окну с чашечкой кофе, ты в лучшем случае видишь какое-то маленькое беленькое пятнышко, да? Это коллекционерский, может быть, подход, но не ландшафтный. И в конечном итоге, рано или поздно, все равно, подходя к окну, ты будешь видеть сад, они отдельные примулки. Эти примулки будут сеяться, они перейдут к какой-то своей жизни. Особенно это касается луковичных, потому что луковичные рассеваются и образуют те самые куртины, о которых, вообще говоря, все так мечтают. И все равно даже коллекционный сад с годами с расстояния смотрится более ландшафтным, если это вообще можно так сказать. И мы все равно все к этому стремимся. Рано или поздно мы забываем вот об этих отдельных растениях и все равно смотрим на сад целиком. Потому что с течением времени ты понимаешь, что у тебя образуется огромное твое личное кладбище растений, да? Огромное число растений, которые ты знаешь, все, никогда больше. Зачем? Я больше никогда. Я только не хочу. Потом иногда вообще, честно говоря, со временем, когда ты смотришь на это безобразие, смотришь на эти яркие какие-то пятнышки, или наоборот на образующуюся где-то зелень, которая представляет собой какую-то мешанину, думаешь, боже мой, зачем все это? Я хочу все это скосить, сравнять, оставить несколько больших деревьев и косить раз в две недели газон. И все. И не нужно будет заниматься этой бесконечной перепланировкой, пересадкой, думать, куда это деть, что это нужно прополоть, еще что-то. То есть, вот такие малодушные мысли, они тоже приходят. И ведут к весьма интересным последствиям. Когда садовод думает о том, что с газонами будет гораздо проще, он совершает еще одну ошибку, и об этом мы запишем отдельный сюжет. Спасибо, что были с нами. Оставайтесь на канале Европлант, подписывайтесь, ставьте лайки. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok